Физкульт привет, друзья и ученики! Настоятельно рекомендую посмотреть данный ролик о моей ученице, которую я тренирую дистанционно. О том, как можно тренироваться без фармакологии, даже если раньше употреблял фармакологию. И, конечно же, вы узнаете о реалиях современного соревновательного фитнес-бикини в России. И очень много интересного узнаете, просмотрев просто данное видео. Физкульт привет, друзья и ученики Егора. Меня зовут Оксана, мне 33 года почти. Я замужем, у меня есть маленький сынок Данила, трехгодовалый. Я живу в городе Северск, это закрытый городок в Томской области, попросту Сибирь. Так вот, пишу вам по состоянию нашего Егора. С целью поделиться своим личным опытом при подготовке к номинации фитнес-бикини на фармакологии и без нее. Первый мой опыт подготовки был в 2015 году, к осени, длился он 5-5,5 месяцев. Ну, если кратко сказать, это 5-5,5 месяцев, 6 дней в неделю, силовых тренировок, по 8 упражнений в каждой тренировке, с суперсетами и после, конечно же, обязательно кардио было от 20 до 45 минут, в основном на беговой дорожке. Питание было стандартное, гречка, курица, творог, овощи. И обязательно спорт питания, это БЦА, протеин, алькарнитин, витамины. И, конечно же, фармакология. Это был Винстрол в таблетках и Нукленбутирол, тоже таблетированный. И еще одно вещество, не помню, альтероксин, кажется, назывался аптечный препарат для улучшения функции щитовидной железы. Так вот, вот так жестко проходила моя первая подготовка. Изначально мой вес был 58 килограмм, мой рост 166 сантиметров. При наборе мышечной массы мы догнали его до 63 килограмм и уже к соревнованиям скинули до 53 килограмм. Ну, конечно, все было жесть, но хотя на фармакологии, да, я считаю, это абсолютно нормальная система, программа может быть. Ну, я не специалист, но мне показалось это, в принципе, нормально. Хорошая система, потому что по окончанию форма была отличная, все, что мы хотели, мы того достигли. Но вот единственное, как, что это было очень жестко, это да, абсолютное. И, конечно же, мое здоровье. Мое здоровье просто пострадало жутко. Скажу так, начнем с кожи. Мой косметолог был в шоке, потому что, ну, мы долго восстанавливаем мою кожу и так, потому что она у меня склонна к окне, и тут, когда я пришла после соревнований, она немножко ужаснулась, отругала меня, так как пробывали прыщи все везде, где только можно, забивались поры сильно, ну, потому что все равно обмен желез ухудшился, поэтому, видимо, и все это плохо было. Далее мой иммунитет. Иммунитет сошел на нет. И раньше я болела раз в год, ну, дня три, ОРЗ, то теперь я просто посыпалась жутко. У меня начали вылазить каждые две-три недели то герпесы, то кашель, то сопли, еще что заболит. То есть, ну, было очень-очень трудно восстанавливаться. Полгода мне потребовалось, чтобы немножко привести себя обратно вот в то состояние, как сейчас, например. Моя спина, спина тоже дала себе знать. За время подготовки я делала два раза массаж, мне пришлось сделать, потому что сильно забивались грудные мышцы спины, были спазмированы, прям межреберные спазмы сильные были, особенно с левой стороны. То есть, приходилось вызывать массажиста делать массажи, и после соревнований тоже пришлось делать массажи. болел очень сильно. Ну, как бы, в принципе, вот так-то вот на здоровье вообще тяжело это. Ну, плюс все равно, особенно последняя неделя была жесткой перед соревнованиями на сушке, пришлось убирать воду. Вообще я плохо выглядела, мне казалось. Да и все мне говорили, что я истощена, изнемождена, и вообще она 10 лет старше выгляжу, потому что лицо, оно сразу дает о себе знать, когда ты выводишь воду, оно тебе жизненно, все такой сухой, выглядишь как бабка, можно сказать. Ну, и психологическое, конечно, состояние было ужасное. И не только для меня, оно ужасно показалось, но и для моего, для моей семьи, моего мужа, все равно это отражается на тех, кто рядом живет, им тоже показалось, это очень-очень, очень жестким, наверное, периодом. Так вот, ну, заняли мы по итогу из 20-ки седьмое место, рассчитывали адекватно на 4-е, 5-е, так как моя подруга и наставница, и кто у меня, мой тренер, посовместительство, она была судьей, она бронзовая чемпионка мира по бодифиту, и как бы адекватно, ну, 4-е, 5-е должно было, хотя бы в 6-ке я абсолютно точно должна была быть, потому что, ну, хорошая форма у меня была, я не поспорю, ну, позирование, конечно, может быть, немного подвело, потому что, ну, девчонки с целлюлитом и растяжками меня обогнали некоторые, поэтому было немножко вот в этом непонятно и обидно. Ну, бог с ним, соревнования прошли, конечно же, участвовать в следующих у меня отбило желание напрочь, и я уже начала, обратно вернулась к обыденной жизни, начала тренироваться, как раньше тренировалась на протяжении 15 лет, так как в зале я с 15 лет, ну, в принципе, техника у меня была поставлена, ну, процентов 60-70, как сейчас я оцениваю, у меня была она грамотно поставлена, ну, все равно я считаю, что всегда надо учиться, учиться, учиться и учиться, каждый раз ты узнаешь и узнаешь что-то новое, в себе открываешь, сама чувствуешь, причем, именно чувствуешь для себя что-то новое, как работают мышцы, это все, нужен опыт, если с головой подходить к этому, поверьте, каждый может почувствовать, не просто как баран, тупо махать руками и ногами, а пытаться почувствовать, как работает мышца, то обязательно у вас, ну, это по-другому заработает, поверьте, и отдача будет совершенно другая, так вот, я начала искать для себя какие-то новые цели, интересы, смотрела различных учителей, таких, как, например, Линдовер, еще каких-то учителей, то есть, в принципе, немного, ну, как бы, неплохую информацию от них черпала, и случайно наткнулась на какой-то из роликов Егора, меня зацепило, честно сказать, не знаю, что, наверное, вернее, даже знаю, наверное, больше то, что именно вот эта вот прямолинейность, может быть, даже похожая где-то на меня, Егора, потому что он такой же прямолинейный человек, как и я, вот, и если он посылает вас в заднее место, то он прямо посылает, а не какими-то входными путями вам красиво дорожку выкладывает, и это мне понравилось, что, во-первых, его советы, они были грамотно аргументированы, это тоже, в первую очередь, меня зацепило, потому что я думаю головой, когда делаю что-то и за что-то берусь, то есть, я всегда адекватно ко всему подхожу, и, конечно, ошибки все мы совершаем, но главное, главное делать потом из этого выводы какие-то и исправлять их, это, вот это и говорит о том, что вы думаете головой, а не просто так, как баран, что-то за кем-то повторяете и всех слушаете, вот я начала искать, копаться, смотреть ролики и город, читать статьи, меня зацепило, мне захотелось развиваться, плюс параллельно этому я уже начала тренировать девчонок, ну, как бы так, легенько, просто показывать им какие-то упражнения, хотя бы более-менее, чтобы они грамотно это делали, потому что, ну, смотреть на них со слезами на глазах, как они ходят вокруг этих тренажеров, бедных, и бедные эти гантельки тягают непонятно, какими местами и на что работают в зале, это было, ну, где-то обидно за них, бедняк, вот, ну, и захотелось им просто помогать изначально, сейчас это, как бы, мой даже заработок является дополнительный, так вот, мне нужно было развить, и так как у меня нет образования в этом направлении, и здесь я пока не вижу никаких достойных, не знаю, курсов каких-то, где можно выучиться, вот жду от Егора, когда же они запустятся уже на свою линейку образования с Марией, так вот, я вступила в группу в закрытую к Егору, начала заниматься по системе периодизации, мне понравилось, потому что я не была, знаете, изнемышленная, истощена постоянно, как-то вот, не стояло все на месте, это было, во-первых, это даже интересно заниматься, на этой неделе у меня там три тренировки силовых, работаешь на силу, выкладываешься, на следующей неделе там, занимаешься, медленными мышечными волокнами, прокачиваешь, тоже интересно, то есть шесть тренировок, но таких вообще других, совершенно другие ощущения, и чувства совершенно другие в мышцах, они очень отличаются, на самом деле, если правильно их выполнять, так вот, дальше, больше, я захотела опять на сцену, даже, наверное, для того, что, ну, вообще, я человек такой, мне по жизни нужны цели, какие-то определенные ставят для себя, меня это дисциплинирует, потому что я, как многие, обделена шикарным метаболизмом и склонны к полноте, поэтому мне приходится постоянно держать себя в каких-то рамках, и мне это помогает, избегать всяких, всяческих, либо какие-то искушения, это, там, покушать что-то вкусное, там, съесть, например, выпить, погулять, потусить, то есть, ну, соревнования, это тоже некие просто точки отсчета в моих целях, чтобы было интересно, ну, как бы, заниматься, к чему-то стремиться, вот и все, ну, и, соответственно, показать свой результат, это плюсы, тем, кто у меня занимается, девчонкам, им тоже интересно, да, к чему-то стремиться, вы же, многие сейчас смотрят на картинки какие-то, и нужны какие-то им, для них это тоже, как бы, некий стимул, быть похожей, мировой, хотеть такую же попу, как у меня, еще что-то, то есть, это вот, как-то, им тоже это помогает, и это плюс хороший, я считаю. Я собралась с мыслями, собралась и написала Егору с просьбой потренировать меня, подготовить к соревнованиям по фитнес-бикини, и Егор описала свои цели, описала свои взгляды, и Егор согласился меня тренировать за достаточно небольшой гонорарчик, если честно, прям, даже в дальнейшем мы его еще и снизили, до минимум, потому что, ну, никак не тяну я себе, не могу я позволить себе сейчас тренера персонального иметь, хотя сама им и являюсь, но вот так вот жизнь разная бывает, поэтому после того, как Егор дал мне наставление, с 1 ноября мы начали подготовку, мы занимались по системе периодизации, конечно же, строгое питание, ну, строгое, но ну, правильное, я бы сказала так, никакой диеты не было, спорт питания, обязательно, там, БЦА, все по стандарту протеина, различного плана витамины, карнитин, аргинин, то есть, и, конечно же, изначально я думала, что мы будем все равно тренироваться на фарме, так как это все-таки подготовка к соревнованиям, а не просто для жизни, я думаю, это вообще, в принципе, невозможно без фарме, без фарме сделать какую-либо форму себе, но, казалось, Егор настоял на том, чтобы мы тренировались без какого-либо применения фармакологии, вида, и я долго колебалась, но все-таки согласилась на этот шаг, доверилась ему полностью, ну, будь что будет, хотя, ну, как бы, сомнения были, изначально, наверное, месяц у меня точно были сомнения, как же так, вот, но когда я увидела сдвиг через месяца-два, то поняла, что все отлично, все шикарно, чувствую я себя отлично, поэтому только в путь, так держай. Наш изначальный вес был 57, вернее, изначальный вес был 58 килограмм, к соревнованиям мы добились 53, да, 53 килограмма был мой соревновательный вес, ну, вот, я как и говорю, что, конечно, показатели силовые, наоборот, выросли, причем раза в два, наверное, вот, рост мой при этом 166 сантиметров, рельефчик был, отличный, у меня, хотя он сильно и не нужен, жирок топился, на последнем месяце нам, даже вообще, в принципе, последнюю неделю нам не пришлось убирать, слава богу, воду, как мы это делали на фарме, на фарме, когда мы убрали воду, это было жестко, последнюю неделю без еды и воды, это было вообще жутко, а тут нам даже не пришлось воду убирать, то есть спокойно, пила в свое удовольствие, ела кашку даже, было все вкусно и задорно, но переход на правильное питание был немножко тяжеловат, как-то немножко, наверное, тяжеловатым был всегда, когда мы новые ограничения вводили, там и убирали соль, например, ну, два-три дня было тяжеловато, привыкнуть, потом все понакатанно, и даже сейчас я питаюсь с минимумом употреблением соли, и меня это устраивает, потому что я сразу почувствовала, плюс в этом, что у меня перестали отекать ноги, вообще с котеком было склонно, кожа как-то, и вот чувствовала я их, вот мои ляшечки отекали сильно, а тут как бы абсолютно, я теперь комфортненько себя чувствую, меня не заливает, но соль все равно немножко оставила в употреблении, так вот, вышли мы, конечно, призовое место мы не заняли, потому что немного не хватило в позировании, но у меня не было наставника по позированию, наверное, в этом был минус, не могла я себе позволить его нанять, да и достойного не видела, того, кого бы я хотела учиться, например, как Егора я нашла, а вот наставник по позированию как-то мне вот все не получалось, сейчас я его нашла, наконец-то, и к следующим соревнованиям, я думаю, позирование будет у меня суперское, мы все свои недочеты подкорректируем, внешне где-то образ, где-то там еще что-то, то есть обязательно все учтем, все ошибки все обязательно учтем, для этого вы выходили на сцену, наверное, посмотреть больше, сравнить в общей линейке, меня, посмотрите, к чему стремиться, да, где что не хватает, это нужно было бы сделать, сделать обязательно, то есть я, я вообще не жалею ни о чем абсолютно, ну и, знаете, все равно я посмотрела, что вообще творится на сцене, и что за сценой, вообще фитнес-индустрия, вот это бикини, это все такое, это просто голимый маркетинг и бизнес, поверьте, потому что все, что вы видите на сцене, видео какие-то там, фотографии, поверьте, за, в реальности не все, и не у всех все так красиво, сняли каблучки, и попки подвисли, ушки вылезли, животики, там у кого-то там даже целлюлитик проскакивает, растяжечки, все это есть абсолютно, и, если бы, говорю, эти соревнования проходили в кроссовочках, я думаю, мы бы, может быть, даже были в достойных, медалированных каких-то, на каких-то медалированных местах, сто процентов, вот, ну, в итоге мы вышли, сейчас мы продолжаем дальше готовиться, следующий выход через год, решили расширить мою спину и плечи, бицепс ведра увеличить, то есть все работаем над этим, я прям горю желанием, уже хочу увидеть свою широкую спину и большие плечи, так, меня, сразу говорю, выход после соревнований абсолютно был нормальный, то есть я не зажиралась, мне этого не нужно было, потому что, в принципе, я так себя сильно не ограничивала, то есть все в меру, все потихонечку ввела, углеводы подняла, то есть соль немного добавила, питаясь сейчас как обычно, все по правильному питанию, позволяя иногда себе что-то сладенькое, ну, стараюсь это все после обязательно тренировки сделать, поесть, если что-то такое проскакивает, то есть набрала 2 килограмма сверху, то есть 56 килограмм, и сейчас 2-3 там килограмма сверху, там 56 килограмм примерно сейчас вешаю, то есть вполне нормально числяка округлилась, но без каких-либо там висящих боков жиров и заплывшие ягодицы, там еще что-то, то есть никакого целлюлита, делаю массажи обязательно вакуумные, всегда гоняю лимфу, вот, в принципе, все с головой, все по плану, ну и вообще я счастлива, довольна собой, своим тренером, своим новым образом, вообще выбор относительно моей спортивной жизни, на фарме или в натуральную, я, конечно, вообще озвучивать даже не буду, здесь все, мне кажется, понятно, вообще я не против фарма, но для меня она не подошла, может быть, когда-нибудь что-то и будет, но, честно, нет у нас таких целей, и надо ли это, ну, наверное, 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 и нет, хотя, кто его знает, ну, на данный момент я свой выбор сделала, опытом проб и ошибок, поэтому главное думайте головой, а не опой, а мы с Егором работаем, совершенствуемся дальше, если вам будет интересно, то в дальнейшем, может быть, еще что-то выложит Егор с нашим, из нашей общей работы, еще раз хочу Его поблагодарить за труд, помощь, помощь мне, всем окружающим, кому Он помогает, друзья, слушайте, в первую очередь, свой организм, себя лично, да, никто, кроме вас, не может сделать для вас хорошо, только вы можете это сделать, выбирайте свой, ну, выбирайте свой путь из личных ощущений, и не будьте баранами, идущими вот за, по направлению всего стада, думайте своей головой, обязательно, всем пока, живет в России, рекомендую, к употреблению, шикарные батончики, от российского производителя, разнообразие вкусов, и результат вам гарантирован, подписывайтесь на канал, моего друга, который тренирует своего сына, и вы узнаете, как грамотно, развивать своего ребенка, психически, физически, самого раннего возраста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...